В Подмосковье стартовал пилотный экологический проект, в рамках которого проводится инвентаризация промышленных зон. Все объекты негативного воздействия на окружающую среду должны встать на учет. За процессом следили мои коллеги. Вы являетесь представителем данной организации? Да. В Минсерсии экологии природополиции Московской области проводятся надзорные мероприятия по выявлению предприятий, которые не стоят на госучете и являются источниками негативного воздействия. Госинспекторы проверяют документы и напоминают о необходимости постановки на государственный учет объектов негативного воздействия на окружающую среду. Ряд предприятий до сих пор не включены в реестр. Старт новому экологическому проекту дали в Люберцах. Люберцы наиболее восприимчивы к всем вопросам, которые мы стараемся в направлении охраны окружающей среды отработать со стороны Министерства экологии. Администрация округа поддерживает все те законодательные требования, которые существуют в действующем законодательстве Российской Федерации, ну и, собственно, все инициативы Министерства экологии. Предприятие должно провести инвентаризацию выбросов и сбросов, заполнить заявку и встать на учет. Плата за негативное воздействие распределяется в федеральные, региональные и муниципальные бюджеты. Непосредственно эти финансы, которые будут поступать в наш бюджет, будут использоваться целевым образом только на решение вопроса экологии нашего округа. Во время проверки инспекторы не только информировали о необходимости постановки на государственный учет, но и выявляли источники загрязнения атмосферного воздуха. Необходимо понять, по какому критерию отнести объекты к постановке на учет. Это либо сбросы, либо в водный объект, либо в приток какой-либо крупной реки, либо это котельное отопление, которое делает выбросы в атмосферный воздух. По результатам проверки и анализам в лаборатории, в случае выявления административных нарушений, будут выдаваться предостережения нарушителей. До конца года в городском округе Люберцы проверят все промышленные зоны. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.